Всем привет! Сегодня я приготовил для вас топ 25 самых ожидаемых игр 2023 года, которые точно должны заинтересовать моих зрителей. Я уже делал подобный ролик, получился, скажем, он не очень, но набрал больше 500 просмотров, поэтому я решил снова попытать удачу и сделать продолжение. Изначально я хотел сделать видео из 20 игр, но их в этом году выйдет очень много и все они очень интригующие, поэтому будем работать в ускоренном темпе. Сразу скажу, я буду зачитывать игры по их дате выхода от января до декабря, а в конце обсудим те тайтлы, у которых еще пока нет точной даты выхода. Я считаю, что именно в этом моменте мне и нужно начать свое повествование. А с вами я, Motion Blur, поставь лайк, подпишись и погнали! В январе, на мой взгляд, выйдут три достойные игры. Первая такая игра это Force Pokken. В этой игре нам нужно играть за девушку Фрею, которая попала в магический мир и получила сверхспособности. С этими способностями мы можем сражаться с врагами и делать интересные трюки во время перемещения. Игра выходит 24 января на ПК и PlayStation 5. 27 января выйдет ремейк игры Dead Space, изначально вышедшей в 2010 году. В ремейке будут улучшены ассеты, модели персонажей и окружающая среда. К тому же игра была полностью с нуля перенесена на движок Frostbite, что делает ее довольно сочной и красивой. Оригинал был хоррором от третьего лица, который происходил на атакованной монстрами космической базе Ишимура. Ремейк выйдет уже совсем скоро, а именно 27 января на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК. Spongebob The Cosmic Shake Очередная часть приключений Губки Боба, в которой ему и его другу Патрику достаются исполняющие желания слезы русалки. С помощью них самих главный герой открывает порталы в миры грез, где живут рыцари, ковбои, пираты и доисторические улитки. По геймплею это все тот же самый ремейк битвы за бикини ботом, но в этой игре зато будут скины. Игра выйдет 31 января на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. В феврале, по моему видению, выйдут 4 крутые игры. 10 февраля выйдет тот самый долгострой во вселенной Гарри Поттера, а именно Хогвартс Легаси. В этой игре мы сможем создать своего персонажа и бродить по всему самому Хогвартсу и по его окрестностям, так как игра будет в открытом мире и будет содержать элементы и RPG к тому же. Также здесь можно создавать зелья, летать на метлах и осваивать магию. Как я уже говорил, игра выйдет 10 февраля на всех платформах, то есть на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Series X, Nintendo Switch и ПК. Wild Hearts Это игра про охоту, действия которой разворачиваются в напоминающем феодальную Японию в фантазийном мире. Скажем так, аналог Monster Hunter от EA. В этой игре вам предстоят сражения с гигантскими существами, называемыми Кэмоно, которые претерпели уникальную эволюцию, ставь единым целым с местом своего обитания. И теперь расхлебывать всю эту уникальную эволюцию придется тебе, ну то есть главному герою. Слэшер уже выйдет 17 февраля на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК. Atomic Heart Это просто СССР в будущем с пушками и роботами. И дивахами-роботами. Мне больше нечего сказать, очень ждем. Надеемся, что игра вообще существует и то, что выйдет 21 февраля на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и ПК. И последней игрой в феврале будет Scars Above. Игра, в которой нам нужно будет играть за девчулю, которая отправится исследовать чужеродную планету в поисках ответов на окружающие ее загадки. Игра будет неким шутером от третьего лица, которая поступит в продажу с 27 февраля на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и ПК. В марте выйдет три крупные игры. А вот апрель пока остался без громких релизов. Первой крутой мартовской игрой станет School and Bones. Еще один долгострой, только теперь от Ubisoft. В этой игре мы должны будем примерить на себя шкуру пирата, заниматься грабежами кораблей и налетами на форты. Как и любая себя уважающая игра от Ubisoft, она будет иметь при себе огромный донатный магазин, чтобы ты в любой момент смог избавиться от чувства ущербанности после очередного проигрыша. Игра про кораблики и злобных пиратов выйдет уже 9 марта на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК. Star Wars Jedi Survivor Будет продолжением Павшего Ордена, после которого по сюжету уже прошло целых 5 лет. Как и в прошлой части, мы будем играть за джедая Калла Кестиса, которому в очередной раз придется побороться против темных сил. К тому же в этой игре Калл обзаведется мечом как у Калла Рена и получит рыженькую бородку. Игра про приключения всеми полюбившегося джедая выйдет уже 17 марта на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК. Resident Evil 4 ремейк Это новый взгляд на культовый оригинал, увидевший свет в 2005 году. Сюжет игры разворачивается спустя 6 лет после событий Resident Evil 2. Правительственный агент Леон Кеннеди был отправлен в Европу с миссией по спасению дочери американского президента. Это путешествие приводит героя к таинственному культу, похитившему девушку. Ремейк обрел новые краски и стал сочнее, а также получил многие изменения в геймплее, чего стоит одно только парирование ножом, это вообще выглядит отпадно. Но игра все равно будет верна оригиналу, так как она также от третьего лица. Очередной ремейк от Capcom нас порадует уже 24 марта. Пользуясь в плане PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X и ПК. Xbox One эта игра не посетит. У следующей игры точной даты выхода нет, но все же информация есть. Следующая игра должна выйти в первом квартале 2023 года, и этой игрой будет Sherlock Holmes The Awakened, который в свою очередь является ремейком одноименного детективного приключения, выпущенного в 2007 году. Кто не знает, что это была за игра, скажу, что в русской локализации ее назвали секрет Ктулху. В этой части Sherlock Holmes берется за расследование таинственных исчезновений по Европе и США. Все ведется к тому, что все они очевидно связаны с деятельностью темного культа, поклоняющего древнему богу. Помимо стандартных улучшений графики, в ремейке также изменены механики расследования, сюжет и тростепенные задания, а также появится возможность сыграть за Ватсона. Игра выйдет уже в первом квартале 2023 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и ПК. The Legend of Zelda Tears of the Night Продолжение The Legend of Zelda Breath of the Wild, в котором Линку поистоит исследовать не только земли Хайрула, но и его небеса. Все, это та же самая Батва, что и выходила 8 лет назад. Выход игры намечен на 12 мая, эксклюзивно на Nintendo Switch. Отряд самоубийц, убить Лигу Справедливости. Приключенческий экшен, самые опасные суперзлодеи, такие как Харник, Виндедшот, Король Акул и Капитан Бумеранг, объединились для того, чтобы сразиться с Лигой Справедливости. Думаю, игра выйдет на ура, если, конечно, не соберет себе все проблемы рыцарей Готэма. Суперзлодейский экшен от DC выйдет 26 мая на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК. Весна 23-го нас порадует еще одним тайтлом. На сей раз это перезапуск франшизы Forza Motorsport, которая лишилась цифры в названии. Игра в полной мере использует все преимущества консоли Series X, предлагая 4К разрешение при 60 кадрах в секунду. Прямо-таки мечта. Графика очень красивая и вызывает слюнки, ну а сама игра по сути является гоночным автосимулятором. Игра выйдет весной этого года эксклюзивно на ПК и Xbox Series X. Лето будет жарким на релизы, но в этот ролик попали только 3 игры из этого времени года. 2 июня, на второй уже день лета, выйдет Street Fighter 6. Это новая часть уличного бойца, где будет 18 персонажей, как легендарных мастеров, так и новых героев. Улучшенная система боя содержит 3 типа управления. Классический, современный и динамичный. Это позволит вам настроить геймплей под свой уровень. По сюжету вам просто нужно будет стать самым крутым уличным бойцом. Ну, мы-то знаем, что лучше Ван Дамма никого нет. Правда? Игра выходит 2 июня на ПК, Xbox Series X и PlayStation 5. А также по сети ты PlayStation 4. Через буквально 4 дня выйдет другая, не менее ожидаемая игра, Diablo 4. Хотя, к таким парням, как Blizzard, доверия уже никакого, но надежда-то, что они исправятся, какая-никакая есть. События Diablo 4 разворачиваются в санктуаре через много лет после Diablo 3, когда в результате сражения между небесами и преисподней погибли миллионы людей. Лилит, мать демона, вернулась после темного ритуала из изгнания, где провела целую вечность. Ее приход ознаменовал эпоху страданий, а тройке героев, варвару, волшебнице и друиду, предстоит ее остановить. Игра является ролевым экшеном с видом сверху, как и прошлые части. Четвертая номерная часть серии выходит 6 июня на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Это лето не оставит нас без наших любимых киношных героев 90-х и 80-х, так как от создателей Терминатора Resistance выйдет игра Robocop Rogue City. В игре нам предстоит играть за самого Robocop, по которому в очередной раз придется очистить преступные улицы своего города. Шутер выйдет летом на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One. И последняя игра, у которой точно хотя бы объявлен месяц, это Marvel's Spider-Man 2. Продолжение серии Marvel's Spider-Man, в котором играть предстоит за Питера Паркера и Мааза Моралеса. В роли главного злодея выступает Веном. И все. Это тот же самый Чекпок, который выходил 7 лет назад. Блин, это было 7 лет назад, как вчера помню, все дела отсчитывал последние дни до релиза. Ну короче, игра должна выйти осенью 2023 года, эксклюзивно на PlayStation 5. Очень. Очень жду, хоть PlayStation 5 у меня нет. Вот мы и перешли к финальной черте, к тем играм, у которых нет точной даты выхода, но обещали выйти в этом году. Таковых всего будет 7 игр, где начнем со Stalker 2. Сердце Чернобыля. Новая часть популярного шутера от первого лица. В игре предстоит исследовать Чернобыльскую зону отчуждения, полную опасных врагов, смертельных аномалий и мощных артефактов. В игре вы напишите собственную эпическую историю, прокладывая тропы к сердцу в Чернобыле. Игра разрабатывается на Unreal Engine 5, что делает ее от этого очень красивой. Конечно, и дата в 2023 году может быть изменена. Надеюсь, вы поймете почему. Игра выйдет в 2023 году на Xbox Series X и ПК. Starfield. Наученно-фантастический космический проект, анонсированный во время выставки Е3 2018 года. Давненько, так сказать. Первая новая крупная франшиза за 25 лет от известных разработчиков The Elder Scrolls и Fallout. События игры развернутся в космосе, где вы сможете создать своего персонажа, исследовать вселенную, наслаждаясь абсолютной свободой. Планеты вроде будут генерироваться сами, а мир игры действительно будет напоминать галактику. Если вы не понимаете, что это за игра, то это просто Скайрим в космосе. Вот и все. Игра выйдет в 2023 году на Xbox Series X и ПК. Avatar Fronters of Pandora. Это красочное приключение с видом от первого лица в мире Аватар. Сюжет рассказывает о совершенно новых событиях, а главным героем выступает представитель народа Нави. Место действий ранее неизведанной земли Пандоры. Населенной уникальными существами, реагирующими на ваши действия. В роли туземца вашей целью является остановить силы корпорации по ОПР, угрожающей планете. Если честно, Фильмасы оба не смотрел, но говорят, эта игра будет каноном вселенной Аватар. Игра разрабатывается, конечно же, и Ubisoft, так что ждем донатный магазин, вышки паркура и стелс в траве. Хотя, вроде говорят, донатного магазина там не будет. Игра выйдет в 2023 году на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК. Lies of Pi – экшн-рпг в соул-стиле, вдохновленное классической итальянской сказкой «Приключения Пиноккио», который путешествует по мрачному миру времен прекрасной эпохи, где исчезло практически все человечество. Некогда прекрасный город Крат превратился в сущий ад, и вы должны отыскать в нем знаменитого мастера Джапетта, чтобы разгадать тайну того, что случилось с вами и окружающим миром. Так как Пиноккио является механической куклой, вы сможете менять часть его тела, чтобы получать новые навыки, преимущества в боях и другие уникальные полезные функции. Также вам предстоит взаимодействовать с теми немногими, кому удалось выжить в этом мире. В Lies of Pi представлена уникальная система лжи. Чем больше Пиноккио будет лгать, тем более человечным он будет становиться со всеми вытекающими отсюда преимуществами и недостатками. И да, я просто взял готовое описание из интернета и тупо вам пересчитал его, так как сам обыгоде я ничегошеньки не знаю. Ну а знаю ли что, что она выйдет в 23-м году на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК. Ну что, фанаты Вахи, вы готовы к новым приключениям в сиквеле Warhammer 40k Space Moran? Да, Warhammer 40k Space Moran 2 предлагает вжиться в роль космического десантника, брутального воина со сверхчеловеческими способностями. Бороться предстоит против безудержанной орды тиранидов, победить которую, похоже, не в силах никому. Этих кровожадных монстров, сметающих всё на своём пути, можно ли сдерживать усилиями лучших из воинов Империума? Выглядит очень сочно и круто, хоть я и не являюсь фанатом Вархаммера, но в это я бы поиграл. Слэшер выйдет в 23-м году на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК. Всем уже ждём-не дождёмся Assassin's Creed Mirage, игра, которая может вернуть ассасинов к истокам. Ну, не к истокам, а к первой части. Кто не понял. Главным героем этой части станет Басим, чел, который игрокам мог встретиться в Альгаре. Также нам обещают сделать нормальный паркур, убрать всю RPG-систему и полное прохождение игры сократить до 30-40 часов. Игра должна выйти в этом году на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и ПК. И последней игрой в нашем ролике это станет игра Crash Team Rumble. Командная игра 4х4, где каждая группа должна собрать больше фруктов вампа и захватить ключевые точки на карте. У каждого персонажа есть свои уникальные способности и навыки, которые можно использовать против противников. Надеюсь, Activision не испортит игру и не сделает из неё донатную помойку, хотя я на 100% уверен, что микротранзакции хотя бы там точно будут. Фух, надеюсь, вам ролик понравился. Получился он опять довольно-таки длинным, но надеюсь, вы не заскучали, так как на каждую игру я уделял совсем понемногу времени, чтобы я мог рассказать вам про другие. Пишите в комментариях, какую игру вы ждёте, но при этом она не попала в ролик. Ну и напишите, какую ждёте из ролика. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Возможно, это ни для кого не секрет, но многие игры могут в будущем перенести. Поэтому, если ждёте игру, победитесь, вдруг её не перенесли. Ну а с вами был я, Мошенблёр, и я размываюсь, но не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok